Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Gmail в Telegram. Это нужно, чтобы удобно хранить данные о новых письмах в одном месте. Например, получать уведомления в Telegram о новом письме из Gmail. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Gmail. Теперь необходимо указать действие, загрузить письма. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Укажите папку вашей почты, из которой будет происходить выгрузка писем. Если вы хотите получать уведомления от определенного адресата или по определенной теме, то на этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одному из ваших писем. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом этапе настройка источника данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Telegram. Теперь необходимо указать действие, отправить сообщение. Далее необходимо подключить ваш Telegram аккаунт к системе Apex Drive. Для этого необходимо скопировать имя бота, найти его и запустить вашим Telegram. После этого необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили ответ от бота, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке активной аккаунты, выбираем его и продолжаем настройку. На этом этапе вам необходимо создать сообщение, которое будет отправляться в Telegram с данными из Gmail. Для того, чтобы добавить новую переменную, необходимо кликнуть в поле сообщения и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые переменные назначены в сообщении, кликаем Продолжить. На этом этапе вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в Telegram. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем Отправить тестовые данные в Telegram. Переходим в свой Telegram. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в Telegram успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в пять минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...